Уже этим летом Владивосток сможет обрести статус свободного порта. С ним наш город получит право беспошлино ввозить и вывозить некоторые виды товаров. Новые возможности дадут экономический толчок всему Приморью и заинтересуют наших азиатских соседей. Идею создания во Владивостоке порта Франко уже одобрили нам в высшем уровне. Создание свободного порта в Приморье. Это хорошее предложение. Нужно его реализовать. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что все изменения в законодательстве, регулирующие деятельность свободного порта Владивосток, должны быть приняты Государственной Думой уже в весеннюю сессию. Нужно с коллегами из парламента активно работать и согласовать все параметры этого законопроекта. Статус свободного порта наш город примеряет не впервые. Во Владивостоке был порт Франко с 1862 года по 1909. В этот период во Владивостоке велась беспошлиная торговля завозимыми и за границей товарами. Это позволило нашему городу стать одним из главных портов России. Сегодня смелый проект открывает уникальные возможности не только для Приморья, для всей России. Исключить город Владивосток из таможенного пространства. По сути дела создать отдельный таможенный режим. Вообще-то все свободные порты в мире организованы примерно таким образом. Но какими границами будет обозначена территория свободного порта? Есть идея включить в нее всю агломерацию Владивостока, Хасанский район и находку. Облегченный таможенный режим коснется не только портов, но и аэропорта. В идеале должен получиться конгломерат, в котором созданы максимально выгодные экономические условия для развития. Полагаю, что для развития региона, именно региона, не только города Владивостока, это окажет довольно положительный эффект. По тем срокам, которые было дано поручение президента, насколько я помню, до 15 июля, но действительно Юрий Петрович ставит более короткие сроки. Сегодня говорили о том, что таможенные сборы должны быть не просто ниже. Суда, которые встали на рейд, вообще не должны облагаться платежами. Это сделает наш порт привлекательным. В итоге судно все равно оставит деньги на нашей территории, заплатив за буксировку и провиант. Все понимают, что нужно упрощать таможенную процедуру и освобождать полностью от таможенных платежей с горов в свободный порт или территорию свободного порта. Льготы и преференции кардинальные от нулевых налогов до налогов упрощенных, единых налогов, допустим, на бизнес в свободном порте. Такое предложение достаточно интересное. Но главное для нас, мне кажется, по крайней мере для чиновников и для жителей Приморского края, понимание границ, собственно говоря, этого порта. Статус свободного порта требует упрощения административных процедур. И здесь возникает опасность превратиться из привлекательной экономической зоны в канал для контрабандистов. Эти и другие риски специалисты обещали просчитать за 2-3 месяца. И уже весной представить правительству полноценный проект порта Франко во Владивостоке. Екатерина Чернакова, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом. Продолжение следует...